вот полгода назад примерно я начал разбирать это произведение но вот этот вариант не совсем понравился по просьбе виктора из друзей в друзьях у меня в контакте и в нашей гормонной группе так сказать начинающих гармонистов в общении попросил меня посмотреть когда цвели сады произведение вернулся к нему опять и послушав как исполняет анна герман таких высоких нотах то есть маленько изменил октаву другой октаве рассмотрел это дело все видите разница какая и тоже поется прекрасно поется исполняется только единственный вариант сейчас я для разбора другую гармону возьму там еще один голос добавляется более басистый три уголоса гормона тульского вот тут на ней сделаем разбор значит еще хочу на этом же примере рассказать андрей меня просит как вальсовые соединить правую левую руку пытался я в тексте написать то есть письменно но тяжело это буквами все это дело выразить я не знаю правильно донести информацию то есть вот такой нюанс когда я разбираю какое-то произведение беру то есть я всегда ориентируюсь на аккорды в первую очередь всегда аккордами я беру аккорд взял И гоняем по кругу. Первый аккорд у нас, который идет с дурманом-сладким. Дурманом-сладким веяло. Вот этот аккорд АМ. И гоняем, пока я в правую сторону не погоню. То есть до автоматизма у меня все аккорды я пропел, они у меня переходят пальцы, сами перед себе слушаются. Такого нет, что я взял вот это отдельно выучил, отдельно это выучил, а потом соединяем. Это проблематично. Действительно, это аккорд. Я даже как-то в мыслях и не думал, что так надо по отдельности учить. То есть я изучаю аккорды, перестановку друг за другом и добавляю уже правую сторону. Все, а дальше уже сам просит на следующий аккорд. У нас эта рука уже отрапетирована, что не надо переставлять аккорд. Соответственно, мы переводим. Следующий аккорд. И вот так вот частями даже хотя бы вы просто разберете переход аккордов и пальцы здесь когда добавляете. То есть вы, соответственно, кусочек один взяли, допустим, там четвертиночку произведения, куплет или там две строчки от песни 3-4, там как они в сочетании, рифма что была. И, соответственно, уже этот участок и гоняете по кругу. Потом следующий аккорд, потом припев. И так вы всю эту песню разберете, потом объединив во все вместе. Вот это у нас половина одного куплета. Потом вторую половинку разобрали так же и объединили это дело все. Значит, что касается вальсовых. Можно, конечно, на этом же примере разберем. То есть можно сыграть вальсовыми. Даже, может быть, она будет и оригинально слушаться и звучать. То же самое. Басы гоняются, гоняются вокруг басы. Вот некоторые у меня заметили в записях есть несколько раз я лишь не играю басы. То есть это дает возможность мне, как бы, я не переписываю, записал один раз, так и оставил. Дает возможность мне вспомнить. Играю, играю басы. У меня правая рука остановилась. Я думаю, вспоминаю, куда автоматически, то есть не автоматически, а мозг обожает, какие слова следующие вспоминает. И, соответственно, правой стороны кнопочки. У меня басы получились несколько раз длиннее. Ничего страшного для первых тренировок. То есть это как бы будет криминального ничего такого нет. Когда вы в будущем уже потом отточите до автоматизма в правую и левую сторону, вы потом уже в соответствующие лишние разы вот эти вот аккорды играть не будете. Маленько соскочил. Но на память я еще не разбирал толком ее. То есть суть понятна, к чему я кланю. То есть можно вальсовыми то же самое. Аккорд. Аккорд доняется. Аккорд доняется. Пошли играть. Помедленнее. Вот такой. Ну, я вальсовыми не тренировался. Тут надо маленько протяженность этой части. Маленько разобрать по этому. Но это я отдельно сделала запись. Ну, вот, в принципе, для Андрея, что я хотел донести словах. То есть игра еще подытожила. Аккорды оттренировал полностью, а потом уже добавляю соло. Это у нас как бы идёт украшение самой музыки. То есть мы на гитаре, как правило, играем аккордами. В основном, как тут учился. На гармошке то же самое. Андрей Чо об этом говорил, если кто к нему подписан. Вы все это видели, знаете прекрасно, эти тонкости. Не буду повторяться. То есть принцип такой. А этой правой рукой вы просто либо аккордами играете, либо украшаете музыку, проговаривая слова песни, которая исполняется. Давайте разберём правую и левую сторону по один. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так вот будет правая сторона. С корректировкой того, что у нас 20-я кнопочка не играется, я переношу на 7-ю, на 19-ю. Всё, разбираем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой вариант будет у нас аккордов. Так, ну и вариант вальсовыми аккордами ещё пройдёмся. Кому-то понравится, может быть, возьмёте и этот вариант. Хотя, на мой взгляд, по-моему, даже если правильно там доли протяжённости эти разобрать, то вальсовыми даже будет красивее наряден. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вот такой вариант. Даже, может быть, возможно, не лучшим аккордами вальсовыми. Успехов вам в разборе! Пробуйте!